Я хочу для начала прочитать Послание к Ефесянам, 2 глава, 11 стих Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанные, так называемые обрезанные плоским обрезанием, совершенным руками Что вы были в то время без креста, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире А теперь, во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христова Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, из разрушивший стоящую посреди преграду Упразднив рожду плотью свою, а закон заповедей, учением, дабы из двух Создать в себе самом одного, нового человека, устрояя мир И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив рожду на нем И придя, благовествовал мир вам дальним и близким Потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе Знаете, я читаю эти строки и, знаете, очень вдохновлен Потому что Господь Иисус пришел в этот мир для того, чтобы принести мир Для того, чтобы принести мир от греха Для того, чтобы принести мир Для того, чтобы мы имели этот мир всемогущим Богом И также Он принес мир между евреями и неевреями И посредством Его драгоценной крови, которая была пролита на Голгофском кресте Мы имеем прощение Мы имеем новую жизнь И также Знаете, это чудо Тело Мессии сегодня не состоит только из евреев И оно также не состоит только из бывших язычников Полнота Церкви Это объединение двух Еврея и нееврея В одном теле Которое есть тело Мессии Иисуса Вчера у меня был такой, знаете, разговор Я встретил своего одноклассника И мы всегда очень хорошо с ним беседовали Я часто ему свидетельствовал Он последние вот несколько лет очень активно посещает православную церковь И в нашем разговоре Ну, он там сказал о своих каких-то проблемах Там, какие-то у него там проблемы со здоровьем Он закурил сигарету Я говорю Леша Тебе нужно покаяться Знаете, он тут же так сильно возмутился И сказал Я каясь регулярно Я посещаю православный храм И после этого Знаете, начался такой сильный поток Такой негативной речи Я даже где-то пешил так От неожиданности И никогда его таким не видел Никогда не слышал Он резко переключился на то Что мы во всем виноваты Но когда говорил мы Он подразумевал то, что я являюсь евреем Это не Путин Совершил это все в этой стране Это все вы, евреи Вы захватили власть Вы развязали войну Вы устроили то Вы сделали это И знаете, его речь Она не прекращалась И он все становился более такой агрессивный Он говорит В ваших книгах Написано, что вы ненавидите другие народы Вы ненавидите меня Я говорю Леша О каких книгах идет речь? Он говорит Речь идет о вашей Торе Я говорю Дорогой мой Ты знаешь, что Тора это часть Книги Которая принимает Как литургию И святой книгой Православная церковь Это пятикнижие Моисея Во что же ты веришь тогда? Какому Богу ты поклоняешься? Он так остановился И сказал Я понимаю Ты хочешь сказать Что Иисус был евреем И я как бы должен поклоняться еврею Но мы вас сюда не звали Вы сюда пришли И так далее Мы славяне Мы православные Я говорю Дорогой мой Есть очень важные слова В Писании Которые говорят Что приходит Благословение на человека Когда он благословляет Израильский народ И приходит проклятие В жизнь человека Когда он проклинает Израильский народ Ты называешься Православным человеком Говоришь Что ты веришь В живого Бога И в то же самое время Ненавидишь народ Которому принадлежал Мессия Иисус Который открыл двери Для спасения каждому человеку Как еврею Так и нееврею Мы с ним расстались На этой ноте И знаете Новая волна антисемитизма Поднялась в это время Во все времена Когда случались Какие-то проблемы Или происходили Какие-то сложные моменты В истории любого народа Вы знаете Кто всегда оказывался виноватым Евреи были всегда виноваты Они были всегда крайними И этому есть причина Дьявол Он не может успокоиться Он не может успокоиться Но мы Собранные здесь Славящие И поклоняющиеся Всемогущему Богу Читающие Слово Божье Понимаем Что антисемитизм Это дух Дьявольский Которым не может быть Обладаем человек спасен Пусть Бог нас Благословит Чтобы в сегодняшнем дне Мы снова Могли взглянуть на свою жизнь На свое поведение На свои эмоции На свое отношение К другим народам Не только к еврейским Но и к другим И сделать правильный вывод Давайте помолимся Бог Авраама Исаака Якова Великий Всемогущий Мы прославляем Твое Святое Имя И мы благодарны Тебе Господи Что Мессия Иисус Зашел на Долговский крест И умер там Для того Чтобы даровать нам мир Мир Господи с Тобой С Отцом Небесным Мы благодарны Тебе Господи Что через этот мир Мы получаем жизнь И жизнь вечную Мы благодарим Тебя Господь Что этот мир Мой Бог Который Он принес На эту землю Сделал невероятное Из евреев И неевреев Сделал одно В одном теле И мы славим Тебя Мы прославляем Твое Имя И благодарим Тебя Великий Всемогущий Славный И чудный Бог За спасение За жизнь За вечную жизнь За Твое присутствие За Твою славу Мы поклоняемся Тебе Наш Бог Наш Царь Во имя Ишио Аминь Славный Бог Наш Царь Славный Бог Наш Царь Наш Царь Наш Царь Наш Царь Славный Бог Наш Царь Наш Царь Наш Царь Наш Царь Наш Царь Веральцем, 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 Веруша, Аллахи. В сердце не указнет священный огонь, Будет стремиться еврейская душа. Будет стремиться к востоку населён, В землю Отцов, Бог нам обещал. Нам надежда освещает путь, Мы где тысячи лет его храним. Будем мы снова дорогом свободным, Наш сегодня верусь на небе. Нам надежда освещает путь, Мы где тысячи лет его храним. Будем мы снова народом свободным, Наш сегодня верусь на небе. Будем мы снова народом свободным, Наш сегодня верусь на небе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Два сына Холокост Один еврей, у которого мама пережила Холокост Другой немец, сын командира СС Что объединяет этих людей? Что позволяет им быть вместе? Их, как братьев, объединяет вера И любовь к еврейскому мессии Иешу и еврейскому народу Сейчас я хочу пригласить пастора Вернера Одера И шаббат шалом уже. Моё имя Барри. Я из Лондона, Англия. И я очень счастлив быть с вами здесь. Это мой первый визит в Украину. Особенно в Одессу. И уже люблю Одессу. Спасибо, что пригласили меня. Я сегодня очень горд поучаствовать в этом служении с вами. И особенно с моим другом Верна Ордем. Особенно с моим другом Верна Ордем. Только Бог может организовывать такие встречи. Для меня, еврея, стоять вместе с моим другом, немцем, сыном нациста. Только Яшуа может примирять нацистов, бывших и евреев, немцев и евреев, украинцев и русских. Примирение. Оно может быть только через Яшуа. Потому что Он меняет наши сердца. Потому что Он любит нас. Он любит нас всегда. Аллилуйя! Я мессианский еврей. И скоро я хочу поделиться, как Яшуа привел меня к вере в Себя. Но сначала я хочу рассказать историю моей матери. И только перед этим, я хочу рассказать историю моего прадедушки. Его имя было Натан Боловский. Он был выходцем из Литвы. Но Боловский означает из города Белев, из Украины. В общем, я часть вашей семьи. Аллилуйя! Итак, мой прадедушка Натан Боловский. Спасибо. Спасибо. Он прибыл в Англию где-то в 80-х годах 19-го столетия. Когда, как вы знаете, многие евреи покидали Восточную Европу. Из-за погромов. И в эмиграции в Англии В Англии я получил новое имя. Барнет. Фамилия стала Барнет. Но мое еврейское имя Вениамин. И поэтому я Барри Барнет. Но я также Бениамин Боловский. И я очень счастлив быть и тем, и другим. Спасибо. В Ефесянам 2.14 Господь говорит нам что Он Сам, Ешуа, Он наш мир, наш шалом. Он сделал нас обоих одним целым. Это значит, что Ешуа примирил каждого еврея с каждым неевреем. Теперь, по всей истории и в будущем. Аминь. Моя мать, Руфь, родилась в Берлине в 1935 году. Ее отец был евреем, мать не еврейка. И естественно, нацисты хотели убить ее и ее семью. Но ей удалось бежать со своим братом они сначала путешествовали на поезде, скрывались в поезде, потом пробрались на корабль, который шел в Англию. Где-то 10 тысяч детей сбежали в Англию, евреев. Это такой транспорт для детей был специальный. Я благодарил Богу, что моя мать была одним из таких детей. Но полутора миллиона детей не удалось спастись. И 6 миллионов евреев, наш народ, 6 миллионов представителей нашего народа погибли. Были убиты нацистами. Мои дедушки, бабушки, им тоже повезло. Дедушка Роберт Мишаэлис ему удалось сбежать вообще в Китай, тоже на корабле. И как многие евреи, он вторую мировую войну пережил, находясь в Шанхае. Он сбежал от нацистов, но его собрали с японцами. И после войны, он вернулся в Германию. Он соединился с его женой, которого он не видел около 10 лет. Потому что она скрывалась со своей семьей в Германии, но она не была еврейкой. И потом они отправились в Англию, там нашли своих детей, двух детей. И мою мать ее удочерили, она была в приемной семье. И внезапно у нее уже было четверо родителей. Но Господь сделал так, что семья соединилась. И снова вам говорю, что я стою перед вами сегодня. И благодаря Божьей любви, я примирен и соединен с детьми нацистов, представителями немецкого народа, даже с бывшими нацистами. Потому что в моем сердце Ишуа, Ишуа, Ишуа забрал эту ненависть и дал свою любовь. Только Ишуа может делать это. Аллилуйя! Аллилуйя! Я вырос и посещал синагогу в Лондоне, в Англии. Это была либеральная или реформистская синагога. Я был там очень счастлив. И я прошел бармитву. Я был так счастлив, что я получил так много подарков на бармитву. В моей еврейской семье, мы любили еду, и юмор, шутки. Мы любили Израиль, и еврейский народ. И Ууди Аллена. Слышали о таком, да? Он американский еврей и комедиант. Мой отец психоаналитик. А мама психотерапевт. Поэтому я вырос ненормальным. Но я люблю своих родителей, и мои родители любят меня. Но чего-то в моей жизни не хватало. Я не знал Яшуа. И на самом деле не знал Бога. И потом мне пришлось пройти тяжелые времена в жизни. Я был в большинстве болезнями. Это был мой первый брак, и он вообще не срастался. Я был просто сокрушен. И я начал искать Господа. У меня были друзья христиане. Я начал посещать церковь. И я видел, как там люди поклоняются Господу с любовью. Так же, как мы сегодня поклонялись. Я обнаружил там любовь Божью. И я возревновал об этом. В Римлянам 11 говорится о том, что евреи будут ревновать о этой любви, которую они увидят в неевреях. И меня это спровоцировало на ревность. Я был духовно голоден. И так я начал посещать альфа-курс в церкви. Это прекрасный курс. Вы когда-нибудь слышали об этом курсе? Аллилуйя! Если вы не знаете, это курс, где участвуют в основном малые группы. Там каждую встречу вы едите. Это для людей, которые не знают Иисуса. Они еще не знают Иисуса. И я мог задавать много вопросов, которые я раньше не осмелился задавать как еврей. И мои друзья сказали, ответы в этой книге. Хочешь прочесть Новый Завет? Брит Хадаша. Я сказал, нет, я еврей. Я боялся. И однажды мой друг христианин помолился за меня. Он возложил руку мне на плечо. И помолился, чтобы я познал истину, чтобы я был чист в разуме. И внезапно я ощутил радость и мир, этот шалом и симха Господа. Я ощутил это прямо в сердце, в своем духе. Я раньше этого никогда не ощущал. Это был первый опыт Духа Святого в моей жизни. Я был поражен. Слава Господу. Аллилуйя. Я был очень рад. После этого я стал читать Брит Хадаша Новый Завет. Я боялся поначалу. Но когда я прочел Новый Завет, Ишуа показал, что это все истинно. Мой дух воодушевился, он был вдохновлен. И разум сказал, что Ишуа есть Машиах. Как никто мне об этом раньше не говорил? Как я это упускал раньше? Я не мог понять. И я уже был готов прийти к вере. Но у меня была одна большая проблема. Всю мою жизнь мне говорили, что ты не можешь быть евреем и верить в Ишуа. В 2000 лет нашему народу говорили, что ты не можешь быть евреем и верить в Ишуа. Но это самая ужасная ложь от дьявола, в которую люди верят. Я боялся немного. Я думал, что мне придется обратиться в христианство. Я не хотел, чтобы меня называли предателем. Я не хотел, чтобы мои друзья, моя синагога смотрели на меня со стыдом. Я не знал, что делать. Но Господь со своей милостью дал мне свидетельство от моего друга христианина. Я слышал свидетельство одного мессианского еврея. Я даже никогда не слышал такого словосочетания мессианский еврей. И эту мессианскую еврейку звали Хелен Шапиро. Она была известной певицей в Англии. Но это не так важно. Она сказала, что ты остаешься евреем, даже когда ты веришь в Ишуа. Ты не обращаешься. Ты становишься совершенным евреем. Мессианским евреем. Друзья, мое сердце просто взорвалось от радости. Я понял, что Господь не хочет забирать мою еврейскую составляющую. Он хотел, чтобы она была совершенная. И поэтому я почувствовал безопасность в этом. И я сказал, прости меня за мои грехи. И я пригласил Ишуа в свою жизнь как моего Господа и Спасителя. Аллилуйя. Аллилуйя. Римлянам 9 глава с 1 по 3 стих. Аллилуйя. Аллилуйя. Я говорю. Это Паул. Я говорю право в Христе. В Мессиах. Вы читаете это, да? Я говорю право в Мессиах. Я не ломен. Моя сознание подтверждает это в Руах Хакодеш. Я говорю истину как человек, принадлежащий Мессии. Я не лгу. Кроме того, свидетельствует моя совесть, руководимая Руах Хакодеш. Моя печаль столь глубока и боль, не покидающая мое сердце, такова, что желал бы я попасть под Божье проклятие и быть отделенным от Мессии, если бы это помогло моим братьям, моей собственной крови и плоти. Моим братьям, моему народу, то есть народу Израиля. Друзья, мы ведь не хотим быть спасены только для себя, сами по себе, правда? Я благодарю Господа за то, что я спасен, аллилуйя. Но, друзья, в мире 15 миллионов евреев, которые не спасены. И они все еще верят в эту ложь дьявола. Но у нас есть самая прекрасная работа на свете, задача на свете. Как евреи и не евреи вместе. Которые знают и любят Иешуа, познали Его любовь. Мы можем рассказывать евреям и не евреям, что можно спастись только через кровь Иешуа, Мессии. И мы можем сказать каждому еврею, что ты остаешься евреем, даже когда ты веришь в Иешуа. Мы можем говорить им истину, что Иешуа умер за наши грехи, и воскрес из мертвых, и мы имеем жизнь в нем. Жизнь вечную. Друзья, нам предстоит работа. Нам предстоит молиться за людей, которые не знают Иешуа. Нам предстоит молиться, чтобы свидетельствовать еврейскому народу. И каждый день мы будем видеть примирение например, между украинцами и русскими. Путь к примирению только через Иешуа, Мессию. Немцы и евреи. Примирение возможно только через Иешуа. И теперь, мои друзья, я хочу передать слово моему доброму другу. которого Господь поставил говорить вместе со мной сегодня. Я сам сын переживших Холокост. И верно, он сын нациста. Мы братья вместе в Иешуа, Мессии. Аллилуйя! Спасибо большое. Спасибо. Шаббат, шалом. Это просто... Я очень счастлив быть здесь. Это мой первый раз тоже на Украине. Но я знал, что я приеду на Украину. Но три года я знал, что я приеду на Украину. Господь сказал мне, что это произойдет. И вот это прекрасное время наступило. В Одессе. Я исторически связан с Одессой. Есть немецкое слово, но это слово Одесса. И обозначает оно то, что многие не знают. То есть это организация бывших членов СС. Одесса. Поняли, да? Это секретная организация после Второй мировой войны. И многие европейские бывшие члены организации СС помогали друг другу избежать последствий Второй мировой войны. То есть где-то укрыться. То есть еще раз, организация бывших членов СС. Были политики, даже священники, бизнесмены, обычные люди, фермеры. И они способствовали нацистам, они поддерживали нацистов. Когда немцы проиграли, вот эта Одесса, она связывала бывших ССовцев. И участники организации помогали ее членам сбежать из Европы. И они бежали, как бы называется, такой крысиный путь. Позвольте, объясню, как это работало. Один из участников известных был Алоиз Бруна. Он был австрийец, как я. Я никогда не был немцем. И этот человек, он был правой рукой Эйхмана. Он лично был ответственен за смерть более 200 тысяч евреев. И он хотел сбежать из Европы. Но так как многие из тех, кто... Те, кто были преступниками во время войны, они были священниками в Австрии. И поэтому они просили многих католических священников помочь им сбежать из Европы. И один из священников его звали Алоиз Гудер. Он был священником Римской католической церкви в Риме. И Алоиз Гудер, этот священник, он сказал следующее. Он верил, что Господь дает ему силы помочь нацистским преступникам сбежать. И Алоиз Гудер, священник, он получил паспорт, в частности, для вот этого нациста Алоиза Бруна. И он использовал, он как бы взял средства церковные для того, чтобы проспонсировать переезд этого нациста в Аргентину. Кто из вас никогда этого не слышал? То есть многие не знают об этом. Это одна из причин, почему сегодня опять вспыхивает антисемитизм и возрастает. Потому что организация Одесса, по-немецки Одесса, она помогла более 10 тысячам нацистов и преступникам войны сбежать из Европы. Что эти преступники делали, куда они отправились и что потом произошло? В те страны, в которые они сбежали. Многие из них были наняты американскими, британскими, аргентинскими секретными службами. Американцы, когда увидели, что Германия рушится, когда она проигрывает, они подумали, что они имеют нового врага в лице Советского Союза или России. И они хотели, решили, что им лучше нанять уже готовых профессиональных убийц, чтобы они стали шпионами против Советского Союза. И таким образом, эти преступники, их оплачивали Британия и Америка. Им предоставили жилье для того, чтобы анонимно себе проживали. Это десятки тысяч нацистов. Представьте себе. Антисемитизм — это не политическое отношение. Это бес, это демон из ада. И вот эти вот антисемиты, и тот, кто является антисемитом, в нем живет два беса. Это бесовская сила самого антисемитизма и дух Антихриста. И эти люди, они как бы потом, естественно, смешались с населением тех стран, где они проживали. И у них родились дети. И многие из этих детей, они выросли как антисемиты. И этот дух антисемитизма, он развивался, он мутировал. И он вышел за границы только немецкого мира, германоговорящего мира. И стал международной проблемой, что мы видим сегодня. Другая сторона этой проблемы заключается вот в чем. Всякие, кто ненавидит евреев, 12 глава Бутия, первый стих. 12 глава Бутия, когда Господь обратился к Аврааму, my Jewish friends, Авраам wasn't a Jew. Авраам was not a Jew. Для друзей евреев, напомню, что Авраам еще не был евреем. He was from Iraq. He was an Iraqi. Did you know this? Yes, we knew that. But God, we don't understand why. God chose that man. Но Господь избрал этого человека. And he said to Abraham, Through you, will be, will be, a people, who will be a blessing to the whole world. There will be as numerous, as the stars in the sky and the sand on the seashell. Now, Abraham had no idea what God was talking about. He probably said, that's nice. And you know, I'm an old man. I'm married to a grandmother. And no children. Okay, that's nice. But you and I know the story. That God is a God of miracles. And God wanted the Jewish people to be a blessing to the whole world. Let me just recount the blessing and then I'll tell you a little bit how I know about this. You see, one of the first things that God did through the Jewish people is to bring the Torah to the world. Одно из первых благословений, которые Господь дал всему миру через евреев, это Он дал Тору. Тора is the law of God or God's standard of living. And the Torah is the basis of all the laws in the world today. Because the world is a lawless place. And God needed to set laws in place by which to protect the people. And God did this fantastic blessing through the Jewish people. To bring His law to a lawless world. But God didn't stop with the Torah. Then there were the Jewish writings. And you know, when you read a Tanakh, you read not just a historical account of what happened, You read God sharing His heart. You read in Isaiah how God shares His heart and pours out His heart to the people He created. So Tanakh is a great blessing because God shares His heart with the people of the world. But then within a Tanakh there are certain promises God makes. Within a Tanakh the Tanakh is like a cradle which speaks about which speaks about the Messiah. And so the blessing that has come to the world is that God announced His love which will be manifest in flesh through the Messiah. теле в Мессии. What an amazing blessing. Разве не удивительное благословение? This blessing has resulted now in two billion people around the world who believe in Mashiach. And that's why the Jewish people pay the price. And that's why the Jewish people pay the price. You see the people who are without God hate God. but because they can't reach God. They hate the people who represent God. Who hate the people because they brought the law. And all the war mongers the people who like to produce war hate the Torah which says thou shalt not commit murder. that's why the Jewish people are hated. And for whatever reason I was born into that hatred. I was born into that hatred. You know I probably haven't thought about this but you actually can't choose your parents. I didn't choose my parents. For whatever reason God chose my parents for me. Although I said to you I'm an Austrian I'm not really an Austrian. My grandmother was Slovak and she lived in Bratislava and they fled to Austria and that's where I got my nationality and I had to flee to Britain and I got a British passport and I got a British passport so I'm politically confused I had very little choice in all this I had very little choice in all this but in all this I had very little choice but in all this Now when I was a child I grew up in terrible circumstances I grew up in terrible circumstances and for the first 10 or 20 years of my life I was controlled by those strange as people would say emotions these days I was born after the war okay not during the war so I'm still fairly young but in the first 10 or 20 years of my life I had those terrible emotions I was such an angry young man I would anything would trigger me off and my life was going between anger and depression and my life was going between two boundaries and depression wanting to commit suicide I wanted to commit suicide at the same time wanting to commit murder because of the people that I disagree with and in the same time I wanted to commit suicide because of the people that I disagree with it is something I don't know whether you have come across a person like that but the Bible talks about the people brought the demonized to Jesus and my life was just like that there were forces at work inside me that controlled me внутри меня действовали силы которые меня контролировали they were very powerful and they were very powerful I had no control over them they had control over me and then there would be a short period of time I would be fairly normal and then I would go into a period of time where I did terrible things and I became known in the village as somebody who is crazy and in our city in our village меня все знали как ненормального Meshuggah really crazy that's why it's fantastic when I meet with Barry's parents his mother the psychologist and father the psychoanalyst и папа у него психоаналитик а мама психолог и поэтому когда я впервые с ними встретился я подумал надо к ним обратиться и я рассказал немного о своей жизни потому что мама Барри она решила со мной познакомиться и я сказал к Барри папе Берна я сказал Берна how would you describe a person like me as I was но потом я обратился к его отцу и спросил Берна как бы ты описал такого человека как я вот каким я был и я сказал Берна не используй никакие политкорректные слова просто скажи как есть и он говорит я думаю ты ненормальный и это точно кем я был и когда я об этом говорю то есть лучше описание не придумаешь я был полностью ненормальный но эти силы которые внутри меня находились они не просто мне портили жизнь они меня буквально хотели уничтожить потому что дьявол он лжец он вор но он также убийца он хочет убить каждого 70 лет назад вот что он хотел сделать со всем миром он хотел всех уничтожить и он также самое хотел поступить со мной это случилось ночью я боялся уснуть потому что каждую ночь мне приходили ужасные кошмары я постоянно видел какую-то демоническую сущность которая меня хотела убить я видел бесов я ощущал их и каким-то образом внутри себя я чувствовал что если я усну в эту ночь я могу умереть и я сделал что-то невероятное для тебя я вырос в доме в котором никогда не говорили о том что произошло во время Второй мировой наши учебники или уроки истории они оканчивались рассмотрением темы империи Австро-Венгрии и потом доходили до 37 года и потом был такой промежуток не было как будто этих лет мы не разбирали эти годы и потом следующий период истории для нас на уроках начинался с 55 года когда Австрия стала независимым государством я я я из города Линц это родной город Гитлера он ходил там в школу он жил там его родители там жили и из этого города родом был Адольф Эйхман также и вне города находился лагерь смерти и вокруг этого города повсюду находились лагеря смерти я родился прямо посередине я жил там и никто как будто ничего не знал об этом периоде с 37 по 55 год как будто бы весь народ начал страдать от амнезии и поэтому никто мне ничего не рассказывал я не понимал почему моя жизнь такая ужасная мы жили в плохом районе в трущобах Австрия после войны была похожа на дикий запад и никто не мог объяснить почему я находился или жил там где я жил и я не видел от рода потому что как-то я должен был появиться на свет я задавал вопросы где мой отец иногда я задавал вопросы где был мой отец чем он занимался во время войны и все говорили мы не знаем мы ничего не видели ничего не знаем ничего не слышали а если ты вдруг что-то подумаешь на нас мы ничего не делали и так длилось много лет и внезапно я узнал о своем отце и понял почему я был тем кем я был наш дом в нем не было места для Бога никакого Бога мы не верили еще пару слов о моем безумии иногда я подходил к людям и спрашивал вы не можете мне объяснить где Бог где Бог помните я был ненормальным и мне люди показывали наверх он там я думал что люди мне показывают на крышу дома и я начал залазить на крышу потому что хотел узнать где Бог я на самом деле был ненормальным и в ту ночь я был убежден что я умру той ночью ко мне пришел невероятный страх смерти и кое-что произошло я сказал Боже Боже я не хочу умирать я хочу жить я знаю что все наверное ожидают услышать что Архангел Гавриил прилетел ко мне зашел и сказал ты не умрешь но я вам расскажу как это все было на самом деле ничего не случилось только я не умер но пока я думал что ничего не произошло Господь делал приготовления когда вы призываете Его Он ответит вам когда мы взываем к Нему в этот момент Он готовит делать приготовления для вас и Господь послал австрийского евангелиста к ненормальному мальчику и он сказал мне следующее он сказал Вернон Господь любит тебя очень сильно и Он так сильно тебя любит что отдал своего сына Ишуа Мессию чтобы Он умер за тебя на кресте чтобы если ты уверуешь в Него Он простит твои грехи Он спасет твою душу и восстановит тебя и ты станешь нормальным В этот момент как будто бы просто молния меня ударила Господь отвечает как бы ударами молнии с небес и как будто бы молния ударила прямо в мое сердце и изгнала оттуда всю тьму прекратились кошмары бесы ушли и солнце начало сиять и я вернулся домой и сказал прежде чем я вошел в дверь дома люди сказали мне что с тобой случилось я спросил а что ты такой милый что с тобой случилось я сказал я встретился с Иисусом то есть сын нациста возвращается домой вторая часть я подумал что мне надо идти в церковь я пошел в католическую церковь у нас в деревне эта церковь она противостояла нацистам и помогала евреям на рождество все ходят в церковь я пошел как раз на рождество были песни оркестр прекрасная атмосфера как будто я был на небесах я так сильно ощутил господа и я стал исповедовать веру они начали исповедовать веру и что-то очень странное произошло я стою там где-то полторы тысячи католиков которые цитируют я верю в Отца Творца Неба и Земли и как будто бы господь нажал на кнопку пауза в тот момент для меня я верю в Бога я верю в Бога в какого Бога Бога в этот момент когда все цитировали ко мне пришло Бога Авраама Исаак Якова было изменено на Израиль я начал повторять я верю я верю в Бога Авраама и Цхака Израиля я верю в Бога Авраама и Цхака Израиля рожденного Девы Марии пауза Мария опять свет воссеял в моем разуме но ее же не звали Мария ее никогда не называли Мари потому что она никогда не была католичкой она была Мириам которая родилась в Назарете я не мог понять вообще что происходит и где я нахожусь потому что как бы потом началась обратная перемотка и в Иисуса пауза но его же не назвали Иисус Иисус это греческий перевод еврейского имени я не много знал на тот момент но понимал что Иисус греком не был точно потому что Гавриил он сказал Мириам назвать сына Иишуа и так сын нациста сидит в католической церкви и получает откровение о Боге Израиле я вообще забыл где я нахожусь уже не слышал колядок этих но что-то происходило в моем сердце Господь изливал свою любовь в мое сердце которая была как жидкое золото это была любовь к еврейскому народу но в тот момент я никогда даже евреев не видел в Австрии не осталось вообще евреев даже те кто может быть и оставались или приезжали евреи они говорили что они не евреи и с того момента у меня постоянное откровение оно просто возрастает и наполняется что Бог Израиля избрал народ быть благословением на этой земле и открывать всему миру что есть Мессия Его имя Иешуа потому что Он спасет народ свой и это удивительно я думаю что нам на минутку стоит прославить Господа давайте встанем вместе и прославим Господа давайте не будем делать это религиозно давайте просто скажем спасибо Тебе Господь спасибо Тебе Боже Иешуа мы любим Тебя мы благодарим Тебя и славим Тебя мы благодарим Тебя что Ты Бог чудес Аллилуйя 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 Can I have five more minutes ok wonderful Аллилуйя so this is why I'm here please be seated please be seated пожалуйста присядьте you see Yeshua His name in that piece of music called Handel's Messiah в этих музыкальных произведения которые у нас называются что-то вроде колядок and then Handel took it from Isaiah chapter 9 это но это пение оно взято из 9 главы Исаии His name его имя is wonderful прекрасный the word wonderful means indescribable это слово на самом деле имеет значение неописуемый it means miraculous чудесный чудный He is the God of miracles wherever He is и где бы Он ни был something miraculous happens when He came to me something miraculous happened now I don't think I'm Meshuggah I think the whole world is Meshuggah I'm okay because He is wonderful and He is here the God of miracles is here tonight to do some miracles His name is wonderful Yeshua you are wonderful Yeshua ты чудесный and His name is counselor его имя советник you see I could have done with some counselors я мог обратиться к каким-то консультантам you see a person who has been demonized who hasn't learned anything in school who had behavior problems he doesn't become a saint of a night doesn't become a saint of a night I need counseling counseling counsel is when somebody gives you the solution to an impossible situation совет это когда тебе дают разрешение или выход в очень сложной или невероятной ситуации моя ситуация как раз была невозможной и мой язык даже мои выражения были антисемитским антисемитизм он так сильно был переплетен с немецким австрийским языком что почти каждое слово оно было приправлен этим антисемитизмом и если бы я обратился к консультанту мне бы сказали тебе нельзя говорить эти слова потому что они антисемитские но на самом деле ни один консультант не мог бы мне помочь или такому человеку как я когда я встречаю людей которые посещают семинары освобождения и там делают разные вещи чтобы люди получили освобождение я всегда говорю что все что необходимо это Ишуа советник или консультант он может сделать что-то внешне он может попробовать дать тебе выход в невероятной ситуации в сложной ситуации особенно я обращаюсь сегодня к Украине но разрешение в безысходной ситуации оно заключается в его имени его имя чудный его назовут чудный советник mighty God Эль Гибор всемогущий Бог всемогущий Бог Он всемогущий и мы не можем осознать Его силу у Иешуа нет никаких проблем в отношении политической ситуации в мире сегодня у Него нет никаких проблем с всякими жизненными ситуациями у всех людей на земле потому что Он всемогущий и когда Он живет внутри нас Руаха Кодыш Духом Святым мы не становимся религиозным каким-то внутри себя просто верующим человеком мы становимся сильными это благословение которое Господь дал Аврааму а people on the earth народ на земле который будет силен и когда Он внутри меня друзья это только Иешуа и Он делает меня сильным и Он делает меня сильным Он делает меня fearless Он делает меня бесстрашным courageous Он делает меня отважным он дает мне надежду в безысходных ситуациях дарит мне дерзновение делать определенные вещи в определенных ситуациях которые другие люди не могут делать его назовут чудесный советник бог крепкий отец вечности или вечный отец отец это имя оно как бы для меня проблема и у меня было такое побуждение узнать что на самом деле делал мой отец но никто не говорил я начал исследования я начал посещать архивы о которых мне никто не говорил я даже не знал что они существуют я начал обнаруживать секретные файлы которые до сих пор еще не раскрыты и я обнаружил что задачей моего отца в немецкой армии его задача была тренировать отряды смерти кто из вас знает этот термин дам вам быстро ну объясню быстро эсэс они вербовали обычных людей и говорили следующее мы вас обучим дадим вам оружие дадим вам форму и дадим вам особое обучение и вам лучше сделать эту работу иначе мы вас отправим на фронт в Россию и вы умрете в Сибири и вот эти группы они были обучаемы эсэсовцами специально для того чтобы убивать евреев они были специалистами в разных техниках убийств я не буду вам говорить все детали многие из вас знают их и задачей моего отца было обучать таких людей и мой отец стал преступником военным потому что он непосредственно показывал как убивать людей он обучал других этому и мой отец он также хотел сбежать через организацию которая называется Одесса но Симон Визенталь он его нашел знаете Симона Визенталя? нет? окей those of you don't know about Симон Визенталь Симон Визенталь был евреем он прошел один из концлагерей которые были расположены вокруг лица и он основал центр архивный центр где он собирал доказательства против нацистов и собирал доказательства против их преступлений он как раз открыл офис в Литце и он не знал что его офис находился как раз напротив бывшего офиса Ихмана и один из первых людей преступников на кого охотился Визенталь это был мой отец и моего отца арестовали и его посадили под стражу но в то время военные преступники именно из Австрии они считались героями войны к ним как бы были преференции моему отцу разрешали визиты посещения его посещали прекрасная женщина которая забеременела и я родился после войны то есть меня зачали как бы в тюрьме и я родился совершенно без отца в этом мире и кто-то говорит что я не унаследовал красоту моей матери что я унаследовал как бы природу моего отца и по этой причине моя жизнь была просто сплошная суматоха потому что мой отец он проклинал евреев из-за этого проклятия пришло на нашу семью и я родился под этим проклятием если у вас будет время сегодня вечером прочитайте 28 главу второзакония это прямо перечисление моей прошлой жизни когда я обнаружил что делал мой отец я был шокирован потому что я не знал что мне нужно жить вот с этим наследием what am I gonna do with this God I was angry with God I was fighting with God I was accusing God I was doing what Job did but I wasn't as eloquent as Job я делал я делал я делал то что делал Иов но я не был Иовом why did he give me why did he give me this why did I have to live with this why could I not live an ordinary life why could I not have nice parents it went on a long time it went on a long time and whenever anybody said about God being a father this triggered off terrible emotion until I came across this Isaiah 9 verse 6 пока я не открыл 9 главу Исаии 6 его имя и нарекут его вечный отец или отец вечности отец мой царь Авину Малкейну и это осознание того что Бог мой отец который усыновил принял свою семью несчастного сына нациста и привил к корню который есть еврейский народ и привел в свою семью в семью Божью он исцелил мою израненную душу и я больше не считаю себя тем кто относится к тем кто не имеет отца потому что я имею отца это отец вечности или вечный отец и поэтому он стал князем мира для меня царь шалом знаете как мир работает шалом через Иешуа мы в мире с Господом через Иешуа через Иешуа мы принимаем мир Божий и через Иешуа который есть князь мира мы можем быть в мире с самими собой мы можем быть в мире с нашими семьями мы можем быть в мире с нашими соседями и мы можем быть в мире с нашими врагами это высокие слова но ответ для каждого народа будь то украинский народ или другой народ решение не политическое решение не экономическое решение не военное решение для невыполнимой безысходной проблемы оно есть только в князе мира поэтому Господь поместил вас сегодня там где вы находитесь географически как верующих Иешуа который есть князь мира чтобы через вас этот сверхъестественный мир распространился вне пределов вне границ когда вы начнете благословлять своих врагов молиться за врагов молитесь за тех кто противостоит работе Божьей если Бог это смог сделать со мной Он может сделать это с каждым давайте помолимся если хотите можете встать давайте поднимем Господу наши святые руки во имя Иешуа во имя Иешуа the mighty God сильного Господа we speak peace to this land мы провозглашаем мир на этой земле we speak peace to Ukraine мы провозглашаем мир для Украины и мы молимся за наших соседей, которые живут рядом с нами, чтобы Бог мира привел их в свое царство. Мы молимся за наших политических соседей, людей, которые живут по ту сторону границы. Мы провозглашаем мир для них. Мир Ешуа. Спасение Ешуа. Пусть спасение течет, как река в Украине. Пусть свет от этого города привел peace для родителей. Пусть спасение течет, как река из Одессы. Пусть свет Ешуа светит ярко. Пусть Господь отвечает на наши молитвы через вспышки молний. Мы благословляем Россию. Каждого российского солдата. Каждую российскую женщину. Каждого российского мужчину. Каждого российского ребенка. Пусть спасение придет. И пусть они обретут мир. Деливер их от зла, во имя Ешуа. Мы провозглашаем мир для украинского правительства. Пусть народ Божий поднимется, а враги Господа рассеются. Во имя Ешуа, Машеха. Давайте находиться в Божьем присутствии. Мы нуждаемся в Твоем Духе. Мы нуждаемся в Твоей силе. Мы нуждаемся в Твоем огне. Пусть Твой огонь сходит. И исцеляет каждое раненое еврейское сердце. И исцеляй каждое сокрушенное сердце. Пусть огонь Духа Святого придет и принесет мир для каждого. Спасибо, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Тебесный Отец, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты принес нам примирение. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что мы можем быть вместе даже тогда, когда мы настолько разные, мы настолько непохожие. Господь, но Ты можешь объединить нас и сделать что-то единое. Мы благодарны Тебе, Господь, за те процессы, которые Ты совершаешь сегодня. здесь, в этом зале, в наших сердцах. Господь, мы благодарны Тебе за то, что это происходит также в нашем городе. Господь, мы благодарны Тебе, что это происходит сегодня в Украине. Господь, и также между Украиной и Россией. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты что-то строишь в духе. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за то, что Ты великий, и Ты не изменился. Ты тот же самый, который силен сделать то, что непостижимо нашему разуму. Господь, мы благодарим Тебя, Отец. Аллилуйя. И мы просто принимаем это, Господь. Принимаем на каждого из нас во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя Ищуа Кабашия. Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты ломаешь хребет дьяволу. Господь, мы благодарны Тебе за то, что антисемитизм поражен. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что свет Твой проливается. Мы благодарны Тебе, благодарны Тебе, что Евангелие распространяется. Мы благодарны Тебе, Господь, за спасение народа Украины и России. Господь, благодарны Тебе за спасение Израиля. Благодарны Тебе, Господь, за спасение каждого человека в нашем городе и нашей стране. Мы благодарны Тебе, Господь, за это. Спасибо Тебе, Бог наш. Спасибо Тебе, Отец дорогой. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Можно два слова сказать? Одно. Хорошо. Аллилуйя. На самом деле, знаете, я хотел бы сказать действительно несколько слов. Я недавно в очередной раз перечитывал дневники своей бабушки, которая пережила оккупацию. Одесскую оккупацию во время Второй мировой войны. И знаете, я в очередной раз читал, и в очередной раз это, знаете, просто поражало мое сердце. Почему? Потому что во мне две вещи, они разрываются. Потому что я читал про одних моих родственников, которые писали доносы на евреев. И когда за ними приезжали, забирали их, они шли и грабили их квартиры, и жили круто. Знаете, они просто круто жили. Они отказывались от всех родственников. Жили рядом с моей бабушкой. Моя бабушка голодала и готова была умереть. Пришла попросить кусочек мамалыги, потому что ее мать заболела, лежала в больнице. Они с братом умирали от голода, четыре дня не ели. И пришла к этой родственнице, которая жила очень круто. Пришла, попросила, и тогда сказала, уйди отсюда, я тебя не знаю. Знаете, и с другой стороны, я читаю про свою бабушку, которая, когда видела евреев, которых вели в гетто, и они с ее братом на санках помогали им перевозить вещи. Она описывает много разных интересных вещей. То есть они стремились помогать, что-то делать. Она рассказывала об эшелонах, которые двигались в концентрационные лагеря. Она занималась бизнесом в 13 лет, она торговала бубликами. И то, что она успевала делать, когда она подбегала к этим эшелонам, когда там часовые стояли, и они отворачивались, переходили на перекур. Она забрасывала в эти эшелоны бублики, все, что у нее там было. Потом вечером за это получала от своей мамы. То есть и во мне, знаете, разрываются эти две вещи. И это одна семья, это одни люди, это реальные жизни, и это лишь маленькая толика того, что происходило. И знаете, как важно найти в себе это. Знаете, легко, особенно сегодня, когда мы живем во время войны между Украиной и Россией, я иногда смотрю, что я иногда какую-то грань начинаю переходить в отношении, да, к оккупантам, уже и не только к оккупантам, уже всем, кто там имеет букву «Орла» в паспорте и так далее. Я ловлю себя на этом, и я знаю, что я борюсь с этим. Я знаю, что так не должно быть. Я знаю, что Иисус, Он всех объединяет. И слава Ему за это. Аллилуйя. Слава Господу. Я бы хотел помолиться от еврейского народа. Вещь, которую рассказали нам братья, очень важна, и я хочу добавить. Перед Первой мировой войной Примерно около двухсот или трехсот тысяч евреев верили в Иешуа как Мессию. Услышьте, Первая мировая война, она как была дьявольская, ну вот, разбить евангелизацию к еврейскому народу. Пробуждение в нашем народе, оно было. И Первая мировая война уничтожила это пробуждение. Это касалось еще пробуждения среди православных, среди евангельских общин и так далее. Первая мировая война, она уничтожила пробуждение, которое было, двигалось. Пойдите, читайте историю. Вторая мировая война, то же самое. Когда приходит война, надо понимать, что дьявол хочет уничтожить пробуждение, которое Бог выражает через свой народ. Сегодня то, что происходит на Ближнем Востоке, мусульманское движение, исламское государство и так далее, и не что иное, как война дьяволом развязана для того, чтобы остановить пробуждение среди мусульман, евреев и остальных народов. Сегодня мы стоим здесь, как люди, которых жевают, дай пробуждение. Но также надо стоять о том, чтобы вместе показать, что мы одно целое. Я хочу помолиться от нашего народа, да, сказать, что мы были жесткие, мы не хотели принимать Евангелие. И мы не хотим его принимать таким, как нам его преподают. Мы хотим его так, чтобы сделали его еврейским, либо таким, чтобы можно было удобно и вашим, и нашим, как Берри говорил, чтобы мне только синагоги не выгнали. Наверное, тоже наша есть вина в том, что пробуждение удерживается, потому что мы его не принимаем. Я хочу помолиться за наш народ, который в Израиле. Мы, может, не знаем, там уже 30 тысяч с лишним евреев, которые верят, что Иешуа есть Мессия, и мы ожидаем пробуждения в Израиле. Никто об этом даже не думал 40 лет назад, 50 лет назад. Было единицы. Но мы увидим это пробуждение. Авиныши Башимаев. Что я могу сказать, как сын своих родителей? Что я могу сказать, как сын своего праотца Авраама? Мы, Господь, иногда уперты, строптивы, аргументируем свои привычки. Мы, Господь, боимся быть выгнутым из-за синагог. Поэтому мы варьируем между верой Вишуа и между верой отцов. Помоги мне, как сыну моего народа, принимать Твоего Спасителя таким, как Он был и есть и будет наш Мессия. Господи, мы реагировали на погромы ненавистью и злобой. Мы реагировали на унижение путем учения наших сыновей и дочерей, что это христиане. Это они. Господи, сними с нас позор. Позор, Господь, неверие. Позор унижения. Когда мы унижаем христиан на то, что они многобожники, когда мы составляем анекдоты, слова, истории, таким образом, как будто защищая свою веру, на самом деле не углубляясь в то, что Ты дал как обещание нашему отцу Абраму. Прости наш народ, прости нас о том, что мы не изучаем по-настоящему Тору, а опираемся на решение и мнение раввинов, что мы сделали из Торы местом поклонения. Прости нас, что мы, уважая больше раввинов и их мнения, не хотим докопаться до истины. И что мы боимся, на самом деле боимся быть конфронтированной истиной. Господи, я молю, Господь, чтобы эта рахем, эта милость, она пришла к нам, к нашему народу. И я прошу, братьев, христиан, простите нас за то, что мы пытались и пытаемся быть в глазах ваших более значительными, знающими Тору, превознесенными. и может быть даже вам кажется, что мы вас превзошли в бизнесе, в делах, крутые. Может быть, это так видно, но внутри мы нуждаемся. Мы нуждаемся в вашей поддержке, внутри мы нуждаемся в вашей молитве, мы нуждаемся в дружбе. я прошу, Абба, прости нас, что мы оставляем о себе плохую репутацию. Прости, Абба, что Господь люди смотрят на нас и, наверное, из-за зависти думают, что мы все такие. Но сегодня я стою здесь как сын своего отца. Сын моих родителей, моего народа, и прошу прости меня. Когда мы молим о колмитрей в синагогах и говорим о всех своих преступлениях, прости нам все наши согрешения. Господь, мы говорим это, потому что так делали всегда. Помоги нам углубиться в колмитрей и увидеть Мессию, который умер за нас, который простил наши грехи. И стоит всего лишь обратиться к Нему, и Он снимет с нас этот позор. Господи, пускай Твой вечер примирения будет со всеми народами. Мы рассеяны посреди всех людей от востока до запада, севера и юга, и в Ираке, и в Австралии, Аргентина и Америка, Канада, Господь, Россия, Украина, Беларусь, Англия, Африка. Мы снизили, Господи, нас рассеяли, потому что мы не верили. Господи, я прошу, чтобы этот призыв, призыв примирения с Тобой был послан, Господь, как через Евангелие, через проповедников. Пошли сегодня жнецов на наши нивы, на нивы еврейских общин, народа Твоего. Господи, пошли тех неевреев, которые любят нас и по этой любви они проповедуют и помогут нам увидеть Мессию. Их ревность приведет нас к тому, чтобы мы познали нашего Бога. и дай нам принимать это во имя Ищего. Господь, я благодарю Тебя за это чудесное помазание, за этот дух, за это слово примирения, за этот дух примирения, который Ты изливаешь сегодня в наших сердцах, Ты изливаешь здесь, в нашем городе, Ты изливаешь, это как ворота, Господь, нашей страны, в нашей стране, между странами. Господь, я благодарю Тебя. Аллалюхи. И крестовые походы, и первая, вторая мировая война, и в Украине, и Бабий Яр, и когда и украинцы не только защищали, или прятали, или помогали, как Андрея бабушка, да, пыталась кормить, но также украинцы и выдавали, и сдавали евреев. И будем молиться, как мы всегда себя считали христианами, христианской страной. Аминь. И у меня есть сердце помолиться об этом и сказать, попросить прощения у евреев. Господь, я молю Тебя, Господь, от имени нашего народа, украинского народа, который сегодня тоже страдает, Господь, но эти периоды истории, Господь, они такие интересные. И когда-то Украина могла надмиваться, или украинцы мы могли надмиваться. Пусть никогда сегодня патриотизм не станет национализмом, крайним, левым, крайним национализмом. Господь, я молюсь от имени христианской церкви Украины. Господь, прости нас, когда мы надмивались над евреями, еврейским народом, Твоим Божьим народом. И сегодня от имени церкви также я хочу сказать нашим братьям-евреям, мессианцам здесь. Братьям, простите, когда мы надмивались, может быть, или считали вас, ну, что-то там вы, там ля-ля-ля свое, там траля-ля, и вы до конца не понимаете. Это мы, христиане, более все-таки чувствительные к Духу Святому, забывая, что наш Господь Иисус, Он еврей, и Бог избрал израильский народ. И во-первых, иудеи, потом елены. Так что помилуйте нас, простите нас, братья-мессианцы. Господь, и мы говорим, прости нас за неправильное отношение к еврейскому народу, прости нас за нашу историю, Господь. Помилуй нас, Господь, как Твой народ, как Твоих детей, Господь, которых Ты соединил вместе. Ты милуешь нас, и я благодарю Тебя за это прощение, примирение, Господь, за этот новый какой-то чудесный этап в наших отношениях, для нашей страны, для наших церквей и общин. Господь, всю славу за это отдаю Тебе. Господь, слава и хвала Тебя, и благодарю Тебя. Это примирение во имя Иисуса Христа, во имя Шеха Машех. Аминь. Слава Господу. Наверное, самое читаемое в христианском, наверное, кругах, самое читаемое это послание апостола Павла. Ну, я так думаю, потому что я чаще всего обращаюсь к ним в Новом Завете. И, вы знаете, апостол Павел, он сказал, я еврей из евреев. Потому у нас, ну, у христиан, из язычников нет шансов каким-то образом присвоить себе Христа, присвоить себе веру и оставить себе Слово Божие. Потому что еврей из евреев, именно он оставил нам Писание, которое настолько сегодня ценный, через него, вернее, Бог оставил нам Писание, которое настолько ценный сегодня стали для всех христиан всего мира, независимо от динаминации и течения. Аминь. Слава Господу. Вы знаете, и то, что сегодня происходит, и то, что происходит, произошло в нашей жизни, когда мы встретились со Христом, оно могло произойти только при одном условии. Бог верен. Бог верен. Если бы Бог был неверен, никто бы из здесь стоящих не имел бы надежды на спасение во Христе Иисусе. Бог был верен. С первых глав Библии Он был верен. С первого своего обещания человеку Он был верен. На протяжении всей истории человечества Бог оставался верен. И вы знаете, мое сегодня спасение это благодарность Богу за Его верность. Он остался верен. Он остался верен и позволил всякому приходящему к Нему, обращающемуся к Нему, в искренности, с сердцем открытым, со смирением прийти и быть принятым Богом Отцом. Аминь. Вы знаете, и Бог призывает нас быть такими же, как и Он. Он сказал, будьте как Бог. Будьте как Он. Будьте святы, потому что Он свят. Будьте особенными, потому что Он особенный Бог. И вы знаете, как Он был верен всегда нам, так и каждый из нас, который сегодня исповедует Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, может проявить эту верность пред лицом Божьим, пред лицом Христа и пред лицом всего этого мира. Вы знаете, я хочу вам зачитать место Писания, оно мне очень нравится. Это послание Коринфянам, 9 глава. Здесь написано следующие слова о том, что Бог нас призывает к даянию. Здесь я хотел бы написать несколько стихов, прочитать. 7 стих, 9 главе. Здесь написано «Каждый уделяй по расположению своего сердца, не с огорчением и непринуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». И следующий стих, который бы я хотел бы прочитать, 12 стиха продолжить. Здесь написано «Ибо дело служения сего». Бог подчеркивает в послании о том, что даяние это есть служение. Это не поборы, это не сборы или еще какие-то вещи. Это служение, которое Бог называет служением. Не только восполняет скуды святых, но смотрите, что здесь написано дальше, но производит во многих обильное благодарение Богу. Во многих производит обильное благодарение Богу, основанное на чем? На том, что они, видя опыт сего служения, они прославляют Бога за что? За то, что вы покорны исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение со всеми ними. Послушайте, опыт этого служения, даяния, он проявляет нашу верность тем словам, которые мы говорим на улицах людям, тому посланию, которое мы несем ко всякому человеку, находящемуся в этом мире, к той любви, которую мы провозглашаем от имени Бога пред лицом наших родных, близких, пред лицом людей в церквях, пред лицом людей в синагогах, пред лицом людей, которые окружают нас, соседи, друзей и близких. И написано, когда мы даем, когда мы даем, мы проявляем нашу верность. Когда мы даем, мы становимся как Бог, который, сказав однажды, не отрекся никогда уже от слова своего. Послушайте, я сегодня призываю вас, будьте верны тем словам, которые вы сегодня провозглашаете, неся Евангелие о благой вести людям. Будьте настолько верны, чтобы ваша рука была всегда способна давать, чтобы ваше сердце было всегда открыто, быть доброохотными даятелями, не по принуждению, не из-за чувства вины, не из-за чувства страха, что Бог накажет или что-нибудь не даст вам, но просто потому, что вы верны. Вы однажды исповедовали Христа своим Господом и Спасителем пред лицом многих свидетелей. И сегодня будьте свидетелями верными, как верен ваш Бог. Аминь. Пронесите, пожалуйста, служителя, соберите на яне, и Бог да благословит всех вас. Иешуа Спасителем, Иешуа Спасителем, Я люблю тебя, Я люблю тебя, Я люблю тебя, Очень я люблю тебя, свет жизни. Сочи нам, И, о, Бог, знаю, Господа не оставит никогда Он спасение мое, Я люблю Его. Знаю, Господа, не оставит никогда. Он спасение Твоё. Я люблю Тебя. 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 Отец Он спасет меня Уповая на Господа, не погибну никогда Отец Он спасет меня Аллилуйя! Мы поздравляемся пред Тобой и воздаем Тебе славу и честь. Великий всемогущий Бог во имя Ишуа. Аминь. Дорогие, пусть Бог всех вас благословит с миром Божиим. Мы благодарны, что вы могли разделить совместно это поклонение. И пусть мир Божий наполнит ваши сердца во имя Ишуа. Аминь.